Это убийство потрясло всю Самарскую область. 3 июля в субботу бездыханное тело Екатерины Пузиковой было найдено здесь по адресу Садовая 329. Подозрения в убийстве девушки сразу же пали на возлюбленного Алексея Рискова. Обнаружено тело девушки 1988 года рождения с признаком насильственной смерти в виде телесных повреждений в области головы. По предварительным данным повреждения нанесены твердым тупым предметом. Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Самарской области по данному факту возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного частью 1 статьи 105 Уголовного кодекса Российской Федерации. Убийство. Незадолго до трагедии глава областной федерации кикбоксинга Рисков выложил в сеть сенсационное признание. Он помог избежать ответственности Екатерине, дав взятку в суду. Есть ли в этих словах правда или это всего лишь уловка для девушки ради встречи и последующего убийства, предстоит разобраться Следственному комитету. В прошедшие выходные мужчина был объявлен в розыск. Буквально за несколько часов его нашли в одном из сел Волжского района и доставили в следственный изолятор до выяснения обстоятельств. В 2017 году я, Рисков Алексей Александрович, ее отец Сакирский Григорий Степанович, ее мама Елена Николаевна, собрали 15 миллионов рублей и передали одному из работников областного суда. По словам бывшего адвоката Пузиковой, если Рисков и убил девушку, то сделал это не специально. Отношения возлюбленных были натянутыми и разговор на эмоциях мог закончиться потасовкой. Одного удара профессионального бойца вполне хватило бы, чтобы ссора обернулась трагедией. Предположение дачи взятки судье адвокат Андрей Карномазов воспринял как личное оскорбление. По его словам, такие заявления обесценивают работу адвоката, особенно после грамотно выстроенной защиты подсудимой. Своё оправдание Екатерина считала подарком судьбы, да и в тот роковой вечер 3 июля явно не собиралась прощаться с жизнью. Поэтому любые теории о том, что руками бывшего возлюбленного девушка была убита, адвокат отрицает. Это очень такие яркие, харизматичные, сильные натуры, поэтому отношения у них я могу только предположить, что были, наверное, непростые. Но тем более, если они вступили в брак вскоре после оправдания, а, как я слышал, в начале этого года они брак расторгли, ну, наверное, это говорит уже само за себя. Екатерина много лет была фигуранткой скандального дела об убийстве бывшего мужа, банкира Дмитрия Пузикова, который скончался 20 марта 2012 года после отравления талием. В 2015 и 2016 годах её признали виновной в убийстве супруга и переговорили сначала к 7 годам лишения свободы, а затем к 9. Приговор два раза обжаловали и в 2017 году, после возвращения дела в Самарский областной суд, девушку полностью оправдали. По факту убийства продолжается следственная проверка. Екатерина воспитывала 9-летнего сына, дальнейшая судьба которого сейчас решается. Михаил Ермоленко, Василий Колдашов. События.